Гамаджоба! Всех приветствую на канале Петров Тверской, на канале, где создается искусство. У меня вновь замечательный гость, художник-сюралист из города Кишинёв, Вадик Цельчаров. Вадик, привет-привет! Привет, Дмитрий! Привет, зрители! И сегодня, по сути, у нас продолжение предыдущего ролика с Вадиком. Молдавский колорит, который мы снимали месяц назад. И во время ролика появилась идея, ну, у меня, я её предложил Вадику, нарисовать его автопортрет. Ему идея понравилась, и, собственно, сегодня мы про этот автопортрет и поговорим. Сейчас я покажу вам непосредственно саму картину, и заодно передам слово Вадику. Так, вот сам портрет перед вами, буквально на днях нарисованный. Вадик, пожалуйста, теперь дальше тебе слово. Да, сподвиг меня нарисовать автопортрет у Дмитрия. Я нарисовал. Я запечатлел образ сказочный, так как я так в реальной жизни не могу пройтись по улице, показаться. Это только сказки. А почему нельзя по улице-то? Там ничего такого особенного. В костюмчике с бабочкой, вот я ещё раз зрителям показываю. Ну, волосы тут по-особому пострижены. Или ты как, считаешь, что могут там задержать тебя, что ли, полиция? Меня не могут задержать, но слишком обращают внимание. Ну, ты скажешь, хорошо, ты художник, ну, то есть ты должен выглядеть необычно. Вот, и тогда тебя лучше узнают и покупают картины. Поэтому, Вадик, я за то, чтобы ты в таком образе, ну, замечательном, там ты прилично, всё чистенько, аккуратненько нарисован, ходил по улице. И пусть вот, кстати, зрители, которые посмотрят этот ролик, тоже своё мнение на это счёт напишут. Так что, вот, я думаю, вот так должно быть. Или ты всё-таки считаешь, что не стоит на улице появляться? Не, не стоит, тем более постоянно. Родителям не нравится это, и... Ну... С родителями живой не нравится, они не... Я вот сам художник, в общем-то, что, конечно, ни для кого не новость. Ну, я, допустим, люблю достаточно. Ну, может быть, не эпатажно, но выделяться в одежде, что называется. Поэтому давай об этом, как говорится, подумаем. А слушай, такой вопрос. Это у тебя первый и единственный твой автопортрет, или раньше ты когда-то рисовал? Ну, я нарисовал раньше... Рисовал я в институте, когда у нас было задание по анатомии. Анатомические рисунки, надо было с эмоциями нарисовать. У меня там несколько было картин с разными эмоциями. Погоди, вопрос. По анатомии, в смысле, вы Костя рисовали? Анатомия... Классическая анатомия. А-а-а... Ну, там уже говорил, как... И вот несколько с эмоциями на несколько картинок было. Ага. Там нахмуренный, веселый, грустный. Угу. Ну, я так катал, я тогда не сфотографировал. А сейчас вы уже их нет, да, этих работ? Они там на 100-те где-то в архиве. Так, а может тебе сделать серию тогда уже? 6, ну, пример, и любой... Ну, 6 эмоций там, прям даже на одной картине это... Как ты считаешь? А, ну, вот, соберусь с силами тоже сделаю. Вот. Даже там будет последняя эмоция, устал. Ну, потому что ты же сказал, это соберусь с силами. Вот. Ну, что, наверное, и все тогда с автопортретом. А, слушай-ка, у тебя этот хохолок-то на голове, он сейчас есть? Или ты его состриг? Я состриг. Ага, а новый будет? Ну, может, вырасту, не знаю. Ага. Так, слушай-то, да уже можно спокойно это. Костюм, бабочка и вперед. У тебя нормальный, приличный вид это. Идешь, улыбаешься. Вот. Так что, давай, попробуем. Потом снимем ролик, расскажешь про этот эксперимент. Ну, или, может быть, в каком-то прямом эфире. Так что, вот, такие вот дела. Ну, хорошо. Да, а какими красками ты рисовал? На чем? На бумаге там или на холсте? Как-то вот это я не расспросил у тебя. Это на бумаге, акриловыми красками. Ага. Местами я еще красной ручкой добавлял. Ну, да. И причем дорисовывал потом. Я вот для зрителей небольшой инсайт тоже. Вадик уже прислал мне готовую работу. Я говорю, что-то вот тут это как-то глаза у тебя не доделал. Но вот он потом еще докрасил. И были еще там технические же, да, моменты мы исправляли. А, да-да. Да, глаза были модные. А, слушай-ка, а может быть, попробуешь на холсте маслом какой-то глобальный свой автопортрет? Ну, пусть и сказочный. Ну, подумаю, я подумаю сейчас. Хорошо. Да, в общем, еще раз вот я обращаюсь к зрителям. Просьба написать ваше мнение, стоит ли Вадиков в таком костюме ходить по улице. Вот. Что еще? Хочу, конечно, поблагодарить нашего общего друга, тоже художника, из города Халон. Это в Израиле. Шимми Волынского за финансовую поддержку создания вот этого короткого ролика. Тем более, Вадик Шимми рисовал однажды. А мы, я думаю, у нас сейчас договоренность с Вадиком на один ролик. Ну, снимем ролик портрета наших друзей. То есть, он и меня рисовал, и Вадика, и Гришу. И, может быть, еще к тому времени кого-то нарисуют. Вот. Это будет очень интересно. Вот. И, может быть, даже пройдется по улице с бабочкой в костюме, сделает селфи. Ну, а мы здесь покажем эту фотографию. Вадик, как тебе вся вот эта история? Хорошо. Ну, про третит от друзей вот понравилось очень. Отлично, отлично. Вот. Ну, что, тебе большое спасибо за творчество, за искусство, за то, что согласился сняться в этом ролике, нарисовать автопортрет. Вот. Нашел на это время. Еще раз благодарность Шиме за поддержку. Зрителям также спасибо за внимание, что досмотрели этот ролик до конца. Вот. Внизу вы, кто из вас захочет, конечно, найдет реквизит и, может быть, даже меня финансово поддержит, потому что я впервые снял на новую камеру, более качественную. И продолжаю тоже улучшать свой канал. Все. Всем счастливо. Пока-пока. И давайте портрет Вадика еще раз покажу, и на этом будем заканчивать. Все. Счастливо. Счастливо.